Власти, мы! 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 Что вас интересует? Ребят, пойдемте лучше вперед! Российская правая партия! Россия без суток! Россия без суток! Русские вперед! Путины и медведи, убирайтесь вон! Путины и медведи, убирайтесь вон! Слава Ерису! Слава Ерису! Слава Раду! Слава Раду! Москва, русский город! Москва, русский город! Москва! Русский город! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Мы российская правая партия. Программа у нас простая. Наше дело правое. Программа у нас простая. Дорогие друзья, вас приветствует Союз славянских родов. Российская правая партия. Слава России! Вперед, ребята, строить колонну. Мы говорим, белорус-насловен, рус-насловен, малорус-насловен. Мы за то, чтобы наш народ видел нам с собой русское небо, ходил по русской земле. Слава Руси изначальной! Слава Роду! Смерть уроду! Русские, поддержите над своим голосом! Слава Руси! Слава Руси! Русские, поддержите над своим голосом! Российская правая партия приветствует Черепкова! Слава тебе! Ура! Ура! Мы – это власть! Мы – это власть! Власть – это мы! Мы – это власть! Власть – это мы! Слава России! Слава России! Слава России! Путина можно убрать, кто-то сообщал! Всем миром! Демократия всегда делалась только на улице! Друзья мои, демократия всегда делалась только на улице! У них места просто нет! Все эти парламенты – это возникает потом, когда демократия уже сделана! Только на улице народ может реализовать свою волю! И, кстати, обратите внимание, чего боится власть? Она только боится уличных действий, больше ничего! Посмотрите, сколько нагнали милиции, полиции, войска! Вертолет какой-то кружит! Почему? Боятся! Боятся! Вот именно это боятся! Другого даже они не боятся! Все эти думы, партии политические – для них это ерунда! Для такого города, как Москва, какое количество людей на улицах должно быть, чтобы можно было по-какреху? Вопрос немножко провокационный, но, в принципе, 200-300 тысяч человек и власть можно взять в один день! Поэтому они боятся этой ситуации! Более того, если в Москве придет 300 тысяч человек, то и все вот эти вот менты и полиции, они тут же придут на сторону народа! Армия наша вообще очень пассивна, но она тоже против народа стрелять не будет! Вот! Поэтому, если будет критическая масса, то ситуация может измениться буквально в один день! Они этого и боятся! Потом, ведь видите ли, все им ведут вопли про оранжевую революцию! Как вот оранжевую революцию делались на той же Украине! Но, кстати, она сделана была бескровно! Вот в этом ее преимущество! Народ вышел на улицы, разбил палатки, было в противостоянии, но ребята имели выдержку, никто ни по кому стрелять не стал! Никого не убили! Вот что важно! Дай Бог, если бы у нас так было! Я был бы счастлив! Но, во всяком случае, люди вот с помощью вот этих уличных действий Кучму выкинули! Хотя сейчас, правда, Кучма отыграл, так сказать, вторым этапом! Потому что Янукович это его считает! К сожалению! Вариант Майдана в этом году для нашей страны невероятен или нет? В этом году? Трудно сейчас сказать! Понимаете? Я думаю, что, возможно, вообще процессы могут пройти совсем по-другому! Я думаю, что правящий клик, вот те, кто реально правит, они могут Путина выкинуть сейчас! Они уже об этом думают! Поставить другую фигуру какую-то, варионетчную, и весь протестный настрой может лопнуть! Ну, по крайней мере, сильно лопнуть! Вот они сейчас пытаются раскручивать Шойгу, так? Это у них сейчас фигура номер один на смену Путину! Путину они могут отправить в отставку, что он якобы болен или травму получил! Загнать его куда-нибудь в Англию! Скинуть ему там 2-3 миллиарда долларов, скажем, грызи там вместе с Лыжковым! Остальное оставь здесь! Поставить другого человека! Ничего, в принципе, не изменится! Но народ подумает, смотрите, вот видите, власть сменилась! Вот Шойгу! Тем более Шойгу, в общем, не имеет такого отрицательного рейтинга, как Путин! Они поэтому сейчас вот его раскручивают! Вот такие варианты могут быть! И народ сразу скажет, а что, а какой Майдан? Мы же уже добились, вот Путина нет, вот теперь Шойгу! А он из той же команды!